Итак, дорогие друзья, сегодня предлагаю поговорить о таком смартфоне, как Realme C65 4G, довольно свежий смартфон, практически новинка. И что мы сразу наблюдаем? Тем, что у него блок камер оформлен в стиле Samsung S21. Вот такие три камеры в ряд, это фишка Samsung, они давным-давно этот дизайн уже эксплуатируют. Смотрится это интересно, смотрится это по меркам Realme, не сказать, что свежо. Но были подобные у них дизайнерские решения и в Realme 6, и потом еще периодически где-то всплывали. Похоже, есть у нас решение в смартфонах Oppo Vivo, который в общем-то с Realme дружественный, и можно сказать, это родственники по большей части. Смотрится неплохо, в золотистом цвете, но у него все-таки есть подбородок, хотя здесь радует, что все-таки они уже в смартфонах там за 180-200 долларов делают уже такое аккуратное отверстие в центре экрана. Это не каплевидный вырез, а такая современная фронталка. В этом таком голубоватом цвете, в фиолетовом оттенке, он, конечно, классно смотрится, но мне больше вот этот вот темно-серый, темно-зеленый, практически черный, смотря под каким углом это наблюдать, смотрится дорого-богато, можно сказать. Здесь экран 6,6 дюйма, HD+, ну здесь можно и поругать, но в принципе это нормально, это еще приемлемо. IPS 90 Гц, Helio G85, и здесь, конечно, не очень приятно, и из этого всего мы можем наблюдать, что начинка здесь не самая свежая, но тем не менее они запихнули сюда свежую версию андроида. Соответственно, процессор 20-го года, и многие люди, кто купил смартфон там 2, 3, 4 года назад, у них возникает вопрос, почему их старые смартфоны на аналогичном железе не спешат обновлять до той же 13-й, 14-й версии андроида, и на том же железе нам выкатывают как бы новый смартфон, а почему нельзя было старые смартфоны поддерживать чуть более длительное время и тем самым сделать их более актуальным на протяжении какого-то более значительного временного отрезка. Они просто выкупили, и там через какое-то время он перестал быть актуальным. Соответственно, все эти разговоры про то, что старое железо, здесь уже эти сказочки не канают, не прокатят, потому что здесь у нас начинка не самая свежая. Перепроверим версию андроида, андроид 14-й. На Helio G85 у нас выходил Redmi Note 9, давным-давно забытый смартфон. Да, там было не самое большое количество оперативки, возможно в этом можно найти какие-то ограничения, но на Helio G85 и в 2022 году на Helio G88 выходили аппаратики, и не факт, что они получат андроид 14. Это из таких вопросов, которые, думаю, многих интересуют. Здесь конфигурация памяти может быть либо 6.128, либо 8.256. Разница в цене у нас небольшая, соответственно, версия на 128 памяти будет стоить на 500 гривен дешевле. По-моему, мне не лучше доплатить 500 гривен, и тем самым за 7 тысяч мы получим 8.256. Это в том случае, если данный смартфон вообще вам интересен. Камера у нас 50 мегапикселей, основной модуль, заглушечка, фронталка, все это присутствует, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, с камерой отпечатка сбоку, потому что IPS дисплей. Батарейка 5000, быстрая зарядка на 45 Ватт, было у нас, например, 30-33, там 60, а тут 45 немного нестандартно, но тем не менее пойдет. В комплекте зарядка присутствует, довольно свежий аппарат, повторюсь. Габариты стандартные для устройств с аналогичной или сопоставимым диагональю и размером экрана. Если он вам понравился, вот прямо очень можно его взять. Если вы сомневаетесь, эта версия у нас 4G, напомню. Эта версия массовая, как раз вот такая по большей части будет продаваться, и чуть дешевле, не всем 5G нужен, это вот такой смартфон у нас сегодня, с характеристиками 2-3 летней давности, но тем не менее еще что-то может. Есть у нас Realme C67, можно сказать, чем-то классом выше, даже он чуть-чуть дороже, хотя здесь не настолько что-либо и улучшили. 6,7 дюйма, единственное что-то Full HD+, разрешение, тех же 90 Гц. Android 14 и Snapdragon 185 процессор сопоставимый, он где-то чуть быстрее, но в целом вы как не могли поиграть на максималках, так вы по большей части и здесь не запустите эти игры, которые запускают аппараты действительно классом повыше. 8,256 конфигурация памяти, 108 Мп у нас разрешение камеры, но тем не менее у нас также отсутствует ультраширик, который делает этот аппарат ближе к чему-то, что можно было бы назвать средним классом. Такая же фронталка аналогичная, все модули присутствуют по связи, также есть миниджек, это из таких особенностей, возможно, для кого это будет важно. Сканер отпечатка сбоку, зарядка 33 Вт, все то же самое, аппарат буквально полгода старее, ну хотя считается типа как по неймингу чуть выше, даже может быть как средний класс. Здесь дизайн можно сказать и не хуже, если в чем-то даже не чуть более интересен. Ну, по сути, что мы видим, это одно и то же, не самая свежая начинка, это 685, это почти то же самое, что из 642. Если пришли в магазин, вам понравился либо тот, либо этот, берете его, но если вы хотите доплатить там полторы-две тысячи, и вам вот что-то здесь не понравилось или чего-то не хватило, можно обратить все внимание на Motorola G54. Это любимый смартфон моих подписчиков и комментаторов на YouTube. Чем он людям понравился? 6,5 дюйма, 120 Гц, IPS, Full HD дисплей неплохой, хотя здесь все-таки нижняя рамка, подбородок присутствует. Здесь у нас Dimensity 7020, что делает этот процессор чуть более свежим, более современным он поддерживает технологию 5G. Возможно, там через годик-полтора это будет появляться в крупных городах, и возможно люди приобретают его с каким-то заделом на будущее. Да и сам по себе процессор чуть более новый, чуть более энергоэффективный, есть у него все-таки какие-то положительные моменты. Память 12 ГБ оперативки, 256 стройки. И чем этот процессор интересен? Тем, что он 30 кадров Full HD поддерживает, но он поддерживает в то же время и 60 кадров в секунду, потому что у него вычислительная мощность, ну процентов там на 40-50 быстрее, чем у G85. Соответственно, он более быстрый, удалось запихнуть сюда лучше кодеки, лучше обработку, он быстрее обрабатывает видеопоток, лучше битрейт, потому видео с него будет чуть лучше, чуть более приятно глазу. Есть 5G для тех, для кого это критично, или кто все-таки думает, что удастся взять какой-то интересный аппарат, который по прошествии нескольких лет еще сможет и в этом плане удивить. Сканер отпечатка также сбоку, потому что у IPS дисплеев положительный момент, то что у них нету шим, нет вот этой пульсации, не так сильно устают глаза, но опять же это по комментариям, по мнению подписчика. Может быть чуть-чуть более натуральные цвета, у него не перекрученная какая-то насыщенность, контрастность, он дает вот такие более, можно сказать, реальные цвета. Может быть для кого это также важно. 6000 батарейка, зарядка у нас 30 Вт, габариты, ну относительно небольшие, если брать устройства современные. Здесь 161 мм, есть уже устройства и по 168. Это далеко не компактный аппарат, но при своей диагонали 6,5 дюймов он вполне средних размеров. Итого, что мы имеем. У нас есть Realme C65, который, ну откровенно бюджетник, есть C67, который не смог стать средним классом, и есть у нас Motorola G54, у которой есть даже ультраширик. Чуть более быстрый процессор, и возможно в будущем за этого более быстрого процессора смартфон может получать какие-то важные обновления, связанные с виртуальной реальностью, с искусственным интеллектом, с какими-то дополнительными возможностями по обработке фото-видео, потому что все-таки вычислительная мощность, у него сырая, выше, и в целом его какими-то патчами, конфигурациями, обновлениями можно до какого-нибудь актуального уровня подтянуть. Графика здесь немного нестандартная, можно сказать на вырост. Каких-то сильных проблем в играх я не видел. Опять же, это любимый смартфон моих подписчиков, и многие говорят, что можно просто даже забить там официально-неофициально гарантия, просто пойти и купить его за 7,5 тысяч гривен, и это будет лучший выбор за эти деньги. Ну а какой аппарат понравился вам, вы как всегда можете написать в комментарии. Всем пока!